Всем привет! Меня зовут Слава. Сегодня в погоне за новыми пользователями и технологичностью крупные IT-гиганты, такие как Apple и Google регулярно обновляют свои операционные системы. Каждый год появляются новые фишки, меняется дизайн, структура операционной системы и людям, которые за всем этим не следят, им довольно сложно адаптироваться. И это абсолютно нормально, обычным пользователям сложно уследить за появлением всех новых функций или как устранить ту или иную проблему. А молодые ребята, которым покупают их самый первый смартфон, они вообще не видели всю эволюцию этих операционных систем и, соответственно, они не могут одномоментно погрузиться во все это и узнать все функции. Поэтому я запустил рубрику Android LickBest, где буду делиться своим опытом при взаимодействии с операционной системой Android. И первая тема рубрики, как вы уже могли догадаться из названия, это то, как ускорить ваш Android-смартфон. Давайте начинать! Небольшая ремарка перед тем, как я озвучу пункты для ускорения вашего Android-смартфона. Каждый Android-смартфон и производитель – они индивидуальны, и каждая версия Android отличается друг от друга. Я буду показывать, например, Android 9.0 на устройстве Google Pixel 2. Так что, если вы что-то не найдете из того, что я покажу, то не расстраивайтесь, но я постараюсь показать пункты, которые должны быть у каждого пользователя. Итак, первое, с чего я хочу начать, это то, как удалить пустые папки с вашего телефона. К сожалению, файловая система Android построена таким образом, что пустые папки не удаляются сами по себе. Если вы уже много лет используете телефон, вы скачаете файлы, вы их удаляете, эти папки возникают сами по себе, и они нагружают систему при ее использовании. Я рекомендую приложение Empty Folder Cleaner. Вы можете его скачать в Play Store, я оставлю ссылочки в описании. И что нам нужно сделать, это просто нажать на первую кнопку Delete Empty Folders. Давайте нажмем на нее, и сейчас у меня удалилась 101 пустая папка. Когда я запустил это приложение в первый раз, после где-то 9 месяцев по использованию телефона, у меня удалилось 1200 папок. Я охерел просто! Все началось с того, что когда я начал этот YouTube-канал, я записывал ролики на телефон, которые я сейчас показываю, и, соответственно, видео хранились в папочке с фото и видео. И там было столько пустых папок с фотографий, которые были с процентным режимом, то есть, когда я их удалял с Google Photo, сами папки оставались, и у меня просто папка грузилась секунд по 30. И после того, как я это сделал, это начало просто летать мгновенно, и, соответственно, эффект на систему тоже не кидает, особенно если вы пользуетесь смартфоном очень продолжительное количество времени. Второе, что я рекомендую сделать, это удалить кэш приложение и систему с устройством. Что такое кэш? Кэш — это файлы, которые загружают операционные системы для того, чтобы подгружать какие-то следующие файлы быстрее в следующий раз, то есть, вы заходите на страничку браутера, она у вас прогружается, если вы заходите на нее в следующий раз, она грузится быстрее. Но это как бы хорошо, но в чем проблема, таких кэш-файлов может быть очень много в вашей системе, если вы особенно используете телефон очень долго. Соответственно, чем больше файлов, тем сложнее телефону их находить. Я рекомендую приложение Google Files, и здесь есть такая кладка «Ненужные файлы», от этих файлов пора избавиться, и он мне предлагает очистить 585 мегабайт. Я нажимаю «Временные файлы приложения из кэша приложения», как тут написано, «Удаляем». Наши кэш-файлы очистились, соответственно, мы не только освободили дополнительное место на устройстве, но и сделали работу системы быстрее, так как она сможет быстрее ориентироваться в файлах. Третий пункт для того, чтобы ускорить ваш Android смартфон, я рекомендую ускорить анимацию приложения. Для того, чтобы это сделать, заходим в систему по телефоне и находим номер сборки. Клацаем по нему 7 раз, нам предлагается ввести пин, нажимаем «Далее», и у нас активируется настройка разработчика. Тут написано «Вы стали разработчиком». Уходим обратно, дополнительно, для разработчиков, у вас это может находиться в каком-то другом месте, попробуйте поискать. Заходим в меню разработчиков и ищем такой пункт, как «Скорость анимации». Вот они, анимация окон, анимация переходов и длительность анимации. Если у вас старенький смартфон, то эта функция поможет вам ускорить визуально загрузку приложений в разы, то есть в два раза, и у вас ускорится анимация. Загрузка приложений будет происходить визуально намного быстрее. И следующий пункт, который я бы хотел рекомендовать, это «Используйте GPU ускорение». Спускаемся чуть-чуть дальше, и вот у нас есть пункт «ГПУ ускорение». Всегда используйте GPU для двухмерного рисования, то есть анимацию для двухмерного рисования, то есть для 2D графики, когда вы используете интерфейс смартфона, у вас будет осуществляться не процессором, а видео ускорителем. И соответственно нагрузка на процессор спадет и ваш телефон в прорисовке 2D графики будет работать заметно быстрее. Пятый пункт, который я бы рекомендовал всем без исключения, это «Удалите ненужные приложения, которыми вы не пользуетесь». Они есть, скорее всего, у большинства, когда-то скачали приложение, забыли про него и оно висит, но эти приложения могут незаметно работать у вас в фоне, даже если вы ими не пользуетесь и отбирать мощности вашего процессора. Соответственно, я скачал 3 тестовых приложений, такие как Skype, Facebook и DoctorWeb, просто чтобы показать, что их нужно удалить и забыть про них, не пользоваться. Соответственно, они не будут работать у нас в фоне, файловая система очистится и телефон будет работать намного быстрее. Шестой пункт, который я бы рекомендовал сделать, это «Уберите всю ненужную синхронизацию, которая висит в фоне». Для этого заходим в «Настройки» и ищем «Аккаунты Google». Заходим в «Аккаунты» и если у вас установлен не один аккаунт Google, а несколько, то у каждого аккаунта будет разная синхронизация, т.е. Chrome, Gmail, Google Play Music, игры, книги и т.д. Если вы чем-то не пользуетесь, просто удалите данные для синхронизации, например, Google Fit и в фоновом режиме телефон будет меньше отправлять данных, это будет снижать нагрузку на процессор, файловую систему и т.п. Следующий пункт, который я бы хотел порекомендовать – это отключить геолокацию. Для этого заходим в «Настройки», ищем местоположение и отключаем его. Объясню, почему я рекомендую это сделать. Многие приложения в фоне используют геолокацию, а GPS очень сильно нагревает наше устройство. Соответственно, чем больше нагревается устройство, это ведет к троттлингу, т.е. к спаданию частот процессора, и наш телефон работает медленнее. Так вот, чтобы это не происходило, отключаем местоположение от тот момент, в котором нам нужно. Включаем его и пользуемся навигатором, либо картами. Не нужно – отключаем. Следующая настройка, которую я бы рекомендовал вам сделать – это отключить фоновую работу приложений, которые должны работать только при их использовании. Что я под этим подразумеваю? Есть приложения, которые мы используем только когда их открываем. Например, это всякие социальные сети а-ля Инстаграм. Кто не знал, Инстаграм – большой любитель работать в фоне и, соответственно, он использует большое количество ресурсов нашего смартфона или планшета. Для этого заходим в «Настройки приложения», «Батарея» и «Агромет». Ограничиваем работу в фоновом режиме. Я рекомендую отключать фоновую работу именно тех приложений, которые должны работать только в момент их использования. Например, Twitter, Instagram, другие приложения а-ля «едодил», «пегабу», «сравнение такси». Они могут работать в фоне, вы это можете не замечать, но если вы это сделаете, то это, во-первых, сэкономит вам батарейку, а во-вторых, ресурсы процессора. Девятый пункт, который может ускорить ваш смартфон. Во-первых, отключите живые обои, если они у вас стоят. Например, вот живые обои от Google Pixel, есть другие наборы живых обоев. А также уберите все виджеты, которые вам не нужны 90% времени, потому что они также нагружают работу процессора. Они периодически подгружают отсюда информацию и, соответственно, это нагружает работу смартфона. Если вы это уберете и оставите только то, что вам нужно, телефон будет работать заметно быстрее. Ну и десятый способ, самый радикальный, если ничего не помогает, переходим в «Настройки», «Система» и находим такой пункт, как «Сброс настроек» и сбрасываем телефон до заводских настроек. Соответственно, у вас удалится все, все приложения, все файлы. Но, кстати, некоторые файлы могут остаться и после того, как вы это сделаете, я рекомендую все-таки воспользоваться Empty Folder Cleaner, который удалит пустые папки. Соответственно, ваш телефон перейдет к заводским настройкам и будет как будто бы из коробки. После этого я рекомендую его настроить, зайти в все настройки и расстроить его с нуля заново и установить только нужное вам приложение. И поверьте, смартфон либо планшет на андроиде будет работать заметно быстрее, нежели чем раньше, потому что когда вы пользуетесь им регулярно в течение многих месяцев, это нагружает ваш телефон всякими файлами, пуфоновыми процессами и, соответственно, телефон, которым была заявлена одна мощность, она не может работать прямо на протяжении долгого времени идеально. Вот те самые 10 простых вещей, которые я рекомендую сделать вам, чтобы ускорить ваш андроид смартфон либо планшет. Спасибо, если досмотрели до конца, если у вас какие-то дополнительные советы по поводу того, как ускорить андроид смартфон, смело пишите в их комментариях, я с радостью почитаю. Если это видео было вам полезно, можете ставить лайки, подписываться на канал, стараюсь публиковать только интересный и полезный контент. А на этом первое видео из цикла Android League Base заканчивается, следующий ролик будет про то, как по максимуму сэкономить батарею на вашем андроид смартфоне. Если интересно, как я уже говорил, подписывайтесь на канал, а я пошел. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok